Рассказывала и комментировала Зинаида предыдущие слайды. Значит, проблема в том, что эти продукты, там ГМО, с какими-то остатками гормонов или еще с чем-то, по вкусу определить совершенно невозможно. То есть это вот неопределяемо абсолютно. Поэтому давайте отдадим это на откуп или за это должны отвечать государственные органы, которые должны обеспечивать качество государственных продуктов. Они должны за этим следить, если они это выявляют, штрафы, закрытие производства, у них есть свои инструменты, как с этим бороться. Сам человек не может это сделать. И потом этих факторов настолько много, что их невозможно вынести на маркировку. Ну, понимаете, возможно, герпицидов, следы которых могут быть, они в общем в районе сотни, 150 разных химических соединений. Это невозможно вынести. Поэтому это пункция государства. А люди должны как бы быть более образованы, к чему мы идем, более образованы. И поэтому со смехом относиться вот к таким рекламам в магазинах, когда, секундочку предыдущий, когда показаны куры, видите, без ГМО. Но пока у нас нет ГМО, я вспоминаю, знаете, такой простой анекдот из американской жизни, как едут два американца на машине, на ферме, и видят рядом с машиной бегут курицы настолько быстро, что быстрее, чем эта машина идет. И один из второго спрашивает, слушай, как они так быстро бегают. А это, говорит, мы ГМО вывели курицу с тремя ногами, поэтому они так быстро бегают. А они, говорит, такие же вкусные, как и обычные. А мы не знаем, говорит, потому что ни одну догнать не можем. Ну и вот. Поэтому вот эти все шутки про ГМО. Или наш народ очень творческий. И вот вы посмотрите, видите, фото я нашел в одной из фирм, совершенно случайно увидел на стенке и перефотографировал. Наказан маленький грузовичок, весь перекошенный, фары все по-другому. И надпись, он возил продукт из ГМО. Значит, ну это просто как бы отражает юмор населения, да, у нас там народ талантливый. Но это никак не соответствует той научной основе, которая за этим стоит. Почему? Потому что, если вдуматься, то все продукты, которые мы сейчас едим, они ГМО-модифицированы. Потому что исходная кукуруза была совершенно другой, исходные помидоры были совершенно другие. Вы видите, красивые яблоки один к одному, значит, это, так сказать, многократное скрещивание и так далее. Поэтому, ну вот к этому можно относиться спокойно. Даже если там, понимаете, никаких научных данных о каком-то диком вреде никто пока не представил. Есть письмо большой группы американских ученых, почти 1500 человек, в защиту ГМО-продуктов, чтобы вот эта публика не боялась, потому что то, что происходит в природе просто при селекции в течение, там, десятков лет, 50 лет, просто современная наука позволяет добиться процесса в сумме одни и те же. Поэтому от ГМО как бы можно достаточно спокойно относиться, по моему мнению, знаю, так сказать, специалистов в этой области. Официально в России продукты с ГМО не отводятся и не продаются, да, и если, ну, есть официальная маркировка, да, содержит ГМО, ни разу не видела ни на одном продукте, никто. Выращивание запрещено. Выращивание запрещено, да. Продолжим дальше. Насколько доверяете написанной этикетке продуктов питания? Это то, с чего мы начинали, и дальше мы пытались понять, собственно, читают, не читают, доверяют, не доверяют, да. Восемьдесят пять процентов читают, и дальше стало намного больше людей, кто доверяет этой информации, почти 30 процентов. Это больше, чем в восемнадцатом году. Большинство, все-таки, 56 процентов читают, но не доверяют, то есть воспринимают некую информацию, но думают, что там есть некий подлог, какая-то информация скрыта, что-то не написано, да. Ну, и остальные, в общем, не читают, не читают, и, в общем, нам кажется, что частично это, конечно, связано с массивной информацией о фальсификате. Зачем читать, если все равно обманут? Да, ну, как бы, чего стараться-то? Все покупают какие-то привычные, да, для себя продукты. С чем мы сравниваем, почему мы говорим о том, что маркировка в России не информативна? Почему мы понимаем, что только очень малое количество людей обращают внимание на белки, жиры и углеводы? Это информация фактически ни о чем не говорит, даже если вы понимаете, в чем, как бы, что с чем вы сравниваете. Что хорошо бы было иметь на маркировке, на обязательной? Да, это вынесение насыщенных жиров, то есть разбивка жиров, общий жир и насыщенный жир. Это добавление, безусловно, добавленных сахаров. Это то, чтобы принципиально, нам кажется, изменило бы отношение к маркировке. Это не очень сложно для производителей, потому что если вы делаете составной продукт, у вас есть рецептура, вы прекрасно понимаете, сколько добавленных сахаров вы туда положили. Для этого не нужно лабораторные анализы проводить. Вы просто выносите столько, сколько вы туда положили, вы пишете об этом. Это то, конечно, можно мечтать о большем, да, писать клетчатку, да, потому что есть как негативные факторы, ссор и сахар, которые мы пытаемся сократить, так есть и положительные факторы. Мы хотим больше белка, мы хотим больше клетчатки, мы хотим хлеб выбирать по соотношению, допустим, общих углеводов к клетчатке. Сейчас в научных публикациях появился процент корреляции, сколько общих, какой продукт можно назвать или хлеб здоровым при корреляции общих углеводов и процентах клетчатки. Что есть здоровый хлеб? То есть это все те вопросы, которые должны стоять перед современными производителями продуктов питания. Сейчас, к сожалению, да, вопросы перед ними совсем другими. Нужно написать, что без пальма, нужно написать, ну, без ГМО, да, и этот вопрос решает, у нас сразу получается суперздоровый продукт. То есть вы понимаете разрыв современной науки о питании и той реальности, которую мы имеем в магазине. То, что нам пытаются продать за здоровый продукт. Я бы хотел добавить, я бы хотел добавить еще к этому, что на наш взгляд принципиально важно улучшить маркировку на наши российские продукты питания. То есть дать его пропакат не будет сделано. Потребитель, который приходит в магазин, он не может выбрать более здоровый продукт. Там просто это не указано на маркировке. Вы не можете сравнить два продукта по количеству легкоусвояемого сахара, по количеству пищевых волокон, которые крайне важны для здоровья вашей микробиоты, для иммунитета, для очень многих функций, которые сейчас широко исследуются. Вы не можете оценить количество ненасыщенных жиров, потому что у вас общее количество жира указано и все. Поэтому вот эта маркировка, которая есть сейчас, на мой взгляд, один из основных тормозов. Мы можем образовывать население сколько угодно, и оно будет, скажем, более постепенно, грамотно всего будет возрастать. Но он приходит в магазин, и это разбивается, знаете, как у поэта Абыт. Там любовь разбилась Абыт, вот и у нас этот здоровый образ жизни разбивается в отсутствии информации об этом на том, что он видит. Ну и потом это уже как, ходит как шутки, но я просто видел это многократно во многих магазинах относительно.